Минский водопад Минский водопад, который действует только в... Кроме Минска Это крупнейший белорусский водопад? Ну, наверное, да Крупнее падение я видел, когда у нас была деноминация Шутки от Тимофеичного водопада Вы обманули меня, смотрите, здесь второй белорусский водопад А вы говорили, там только один Мы заблуждались Могли бы получше подготовиться, прежде чем обзор делать, изучили бы Мы теперь всё покажем Хватай, хватай и беги Ну, подойди к ней Ты умеешь рассказать голосом Николая Дроздова? А прямо сейчас вы можете пронаблюдать, как взаимодействуют две самки белок Одну зовут Лера, а со второй мы ещё не познакомились Она полезет за ней, посмотрите Она точно полезет за ней Вот она, красавица, сидит на ветвях в естественной природе А эта белочка разговаривает с ней и подаёт ей свои знаки Что она сказала тебе? Сказала... Подписывайтесь на 2 в кубе На 2 в кубе или на зуету? На всё На всё Правда? Да А у Белки должен быть свой канал Бел ТВ К сожалению, такой канал уже есть в этой стране И он не у Белки В городе так виск Она спускается снова Да, она возвращается к тебе Мне кажется, она несет себе орешки Ооооооооооооо, это было бы мило она высунулась и ушла обратно как байверка 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 варвара а на немецком смотри смотри она где-то здесь уже снизу на забор пошла все через забор да follow the white rabbit to follow the squirrel ой какая она классная она там на снегу сидит вообще смотрите накопает себе ямку я ему копаешь тебе она что-то прячет наверное или ищет наоборот она там может что-нибудь запрятала реально орешек желудь какой-то да смотри нашла глаз пушечки это мини царь пушки ничего там вид вообще нельзя было но нельзя было но можно было как всегда класс а там вот еще один отток белорусского моря да вообще морская держава предки путешествовали по морям из места в место не сделать на месте как муани короче но на картофельных лодках больших нет нет это были картофельные лодки которые из больших из гигантских раньше же все было больше и картофельные были такие что из них вытачивали лодки и сплавлялись на картофельных лодках через море на луковых парусах на картофельных лодках и луковых парусах безотходное производство абсолютно сплавился поел но если прям знаете бывает когда перевес на море надо полегче сделать там сбросить лишний груз просто отъедаешь кусок от борта и все нормально предложить какому-нибудь белорусскому изнательству сделать настольную версию игры за бортом за кортом смотрите пожарная каланча старая на которую нельзя забраться к сожалению но если очень хочешь то можно тима это знает но никому не скажет даже если уже тебе очень хочется все равно не получится как обидно это прям вархаммер 40 тысяч ты про логотип после конец я вообще в принципе стоит император с посохом может так призумить если это позволяет обрати внимание на крайнего правого персонажа крайний правый персонаж ты про девочку надо а что не так с девочкой подойти ближе возможно ты не видишь серьезно и так это такая тонкая шутка конечно шутеечка но это все во славу императора на самом деле все во славу мне больше нравится вот этот белорусский space marine в броне дредноута практически отлично просто сам вон чок смельки стоит слева эту улочку захватили кондиционеры теперь поэтому людей туда не пускают они боятся контакта с человеками самая узкая да ну-ка подожди возьми это тирион ланнистер в роли ангела давайте кто помнит какую-нибудь знаменитую фразу тириона ланнистра но это не тириона ланнистра это вообще фраза я вспоминаю только пощечину джоффри почему-то и пописать со стены вот все чем заполнить но фразы фразы я не могу не могу вспомнить ни одной кто помнит фразы тириона ланнистра срочно в комментарии срочно и тогда он повернется прям вот сейчас лицом в кадр на вас посмотрит и назовет вас чертовым бастардом и старые все над этим смеются это это гробат я правильно понимаю гродненский гродненский арбат я уже назвал его гробатом ну да так арбат она и есть по сути не такой культурный дак слой но все равно выглядит им вот выглядит надо сказать очень по европейски мне вот сразу вспоминается прибалтика очень похоже какой-нибудь пярну очень уютно если вы приглядитесь то все птички на этом орнаменте разные у них у всех есть свой символ который символизирует разные страны которые приезжают сюда в гродно на ярмарку как рассказал фестиваль национальных культур да как как мой гид тимофей поведал и конечно же тот самый олень с крестом которого вы наверняка видели на ягермейстере он здесь тоже а это потому что герб города гродно морочка сувенирчики картины кофеенки действительно арбат пирожня пирожня хорошая хорошее очень хорошее заведение возможно мы вечерком сюда зайдем красота евросеть ну хоть не евро цветы да музей утюга смотрите вчера был музей кота здесь есть музей утюга 1 1 утюга нет спасибо знаете куда вы пришли мы пришли вот 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 этот мальчик вот этот вот этот мальчик здесь продает всякие штуки непотребные непотребные штуки продает здесь в коробках картонных и не только и не только смотрите какая прелесть смотрите какая прелесть я как будто и не уезжал вообще никуда и ниоткуда Прекрасная пробка с чемпионатом по колонизатору. Какая прелесть, это крокодил Гена. Скелет, это скелет крокодила. Это самый цветок, который на трех ножках. Да, трифит. Господи, смотрите, это трифит. Трифит и скелет крокодила Гена рядом. Он слеп. Ну да, да. Они все убрали, поэтому мало стоит. Но очень симпатичная, кстати, роспись. Это единственный лифт в Гродно, да? Да, достопримечательный. Я вот и смотрю на очередь. Просто когда мы сюда зашли, она была раз вен больше. И это главный, единственный лифт в Гродно. Главный достопримечательный город, я бы сказала. Лифт. Лифт, да. Просто название Гродно, это старо-белорусского города, построенного на лифте. Это же лифт, это же лифт. Мы пожимаем. Только волнение, мы прокатимся на лифте. Оу. Аттракционы. Вы говорили, нет аттракционов. Посмотрите, какие вы. Слева, смотрите. Ага. В Европу? Прорубили. Мы выше. Выше пауза. Четвертый этаж. Ой, девочка сидит. Одна. Девочка одинокая. Какая клевая. Просто фонарики какие-то милые. Местный ждун. Обнимаю. Ждуница. Вот фонарики обнимаются, а девочка сидит одна. Что за несправедливость вообще? Ну, я бы подошел, познакомился с девушкой. Че, ну, одна несчастная сидит, там такая бедная. С ней на ручку можно присесть. Ха-ха-ха. Познакомился и сразу на ручке. Ребята, пойдемте, купим батоны и покормим утром. Надо звонить в колокольчик обязательно еще, да? Да, конечно, традиция. Это надо делать вместе. Давайте, ну-ка. Ага, хорошо. Ау. Мои уши. Уточки. Это психологическая атака определенная, да. Пойдем, где девочки. Ну, такой прям арт-форик. Нет, очень симпатично. Зонтик. Зонтик. Зимой тут все в огнях. Прям, украшенная точка. Да, скамя примирения. Вот если ты поссорился, вот так садишься и гравитация делать хоть. Да, 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 да. Если здравый смысл не помог вам помириться, вам поможет гравитация. Окей. Чуть барышня, по-моему, какая-то тоскливая. Ей холодно, видимо. Ей. Да, ей очень холодно, значит. Да, ей очень холодно. Статуя обычно, значит, не теряют на счастье. Тут сразу заметно, какое у нее самое счастливое место. Бедная девушка. Я, конечно же, про нос. Да, да, я вообще про руки. А тебе цензурить сюда придется? Да, кстати, не знаю. Минетизацию сюда не слипает. А у меня ее отключили, все, мне уже не важно, могу все, что хочу. Сейчас какой-нибудь трек еще поставлю. Товарищ, что с твоим носом? Признавайся. Он очень печальный. Ну, естественно, если бы тебе каждый подходил и вот так вот делал. Тебе бы нормально было, как ты думаешь? Я думаю, я простроил. Ничего, коленки надо ему потрогать. Не, они не такие классные. Не классные? Блин, я не снял, как мы трогали коленки женщины. Ну, ладно. Мы можем всем твой единственный сказать официально, что коленки женщины лучше, чем коленки. Они очень трогательные. Трогательные колени, да. Вот он, поэтому, наверное, так и расстроен. Он, знаешь, сидит, и вот такая слеза одна. У меня никогда не будут таких гладких коленок. Но мы можем ему помочь. Мы уже можем потереть. И мы встали твой еще. Небольшой вклад в гладкость твоих коленей, чувак. Держись, держись, парень. Смотрите, смотрите, какие прекрасные обнимающиеся фонари. По-моему, милота вообще милотейшая. И он еще в шляпе. Фонарь в шляпе. Он светится еще разными цветами. Но она вечером не светится. Она погасла почему-то. У-у-у, но она уже все. Трагическая история любви. Перегорела. Она перегорела. Он любил ее, а она перегорела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова